МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Фридом наше время. Мы говорим о главных новостях дня к этому часу. Здравствуйте. Российские оккупанты утром выпустили по Харькову 15 ракет С-300. По предварительным данным, 7 человек погибли, еще 17 получили ранения. Под атаку попала транспортная инфраструктура одного из подразделений коммунального предприятия, а также частная типография. Там загорелся цех с бумагой. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Сенегубов. Также военные РФ обстреляли Харьковскую область. В частности, города Залочев, там двое пострадавших, и Любатин, там ранены 8 мирных жителей. На массированную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор не имеет достаточного количества средств ПВО. И это не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают. Террор везде должен проигрывать, в любых условиях, на любом континенте. Это наша общая обязанность всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности, и именно от мировых лидеров. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Украина ожидает положительных новостей по возвращению детей, депортированных России. Это может произойти уже на этой неделе, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец в эфире марафона «Едыни новыны». Он отметил, что с 2014 года Россия депортировала десятки тысяч маленьких украинцев. Официально удалось идентифицировать 19 546 из них. В Киеве финишировал всеукраинский велопробег ветеранов в честь павших на войне защитников Украины. Участники стартовали в Ужгороде и за 9 суток преодолели 1120 километров, посетив при этом 13 городов. Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Житомир, Белую Церковь и несколько населенных пунктов Киевской области. Во время велопробега был открыт счет для сбора средств для реабилитации военных, раненых на фронте. Отмечу, что первый ветеранский велопробег в сотрудничестве с командой Министерства ветеранов Украины был организован в 2020 году, а маршрут пролегал до ныне оккупированного Россией Мариуполя Донецкой области. В июне прошлого года состоялся первый международный пробег в Ужгород-Дармштадт под лозунгом памяти погибших украинских героев. И защитниц Украины. Также велопробеги мы можем делать только благодаря нашим ребятам, которые защищают Украину. Сначала велопробега нас было двое, а потом по городам и областям к нам присоединилось очень много велосипедистов. Велопробег был организован, чтобы популяризировать подвиги наших воинов. Маршрут выстраивается таким образом, чтобы заезжать в каждые населенные пункты и общаться с семьями погибших защитников и защитниц Украины. С молодежью, с ветеранами, лицами с инвалидностью. Мы это будем проводить каждый год, потому что это огромный толчок молодежи и ветеранам, которые думают, что после ранений жизнь закончилась. Она не закончилась, она начинается заново. Оружие и дроны для Украины, а также подготовка к саммиту НАТО и безопасность в регионах Балтийского моря и Северной Атлантики. Такие вопросы обсудили на встрече в Литве министры обороны Северной группы, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. На встрече была принята коммуникация о совместных действиях. Кроме этого, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы призвали членов НАТО увеличить оборонные бюджеты, как минимум до 2,5% от ВВП. Такое предложение государство Балтии планирует озвучить на саммите Альянса в июле. Отмечается, что сейчас члены блока обязаны выделять на оборону не менее 2%, но только 11 из 32 стран достигли этого показателя в прошлом году. Норвегия закрывает въезд для россиян. Новые правила, принятые правительством, начнут действовать с 29 мая. Запрет пересекать границу коснется всех граждан РФ, даже тех, у кого есть шенгенская виза, выданная Норвегией или любой другой европейской страной. Исключения будут делать лишь для тех, кто едет на работу, учебу или к близким родственникам. Решение ужесточить правила въезда для граждан РФ соответствует норвежскому подходу, который заключается в поддержке союзников и партнеров в реакции на незаконную и агрессивную войну России против Украины. Эмили Энгермель, министр юстиции и общественной безопасности Норвегии. Соединенные Штаты и Финляндия расширят сотрудничество и оперативную совместимость спецсил. Об этом договорились помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер и представитель Министерства обороны Финляндии Янне Кусела. Как сообщили в Пентагоне, стороны подписали заявление о намерениях, которое закладывает основу для будущего расширения совместного оборонного потенциала. Украина и ЕС заключили рамочное соглашение для финансирования в рамках инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро. Как отметили в Министерстве экономики Украины, соглашение вступит в силу после ратификации документа Верховной Рады. Согласно ему, Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС, и защиту его финансовых интересов. Это инструкция, по которой будут осуществляться координация, мониторинг, отчетность и многое другое. В основном соглашение отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции Украины. Юлия Свериденко, первый вице-премьер-министр Украины. Брюссель настаивает на том, чтобы официальные переговоры о членстве Украины в Евросоюзе стартовали 25 июня. Об этом пишет издание «Политика», ссылаясь на анонимные комментарии европейских дипломатов. В преддверии голосования Брюссель и Киев продолжают вести диалог с Будапештом, чтобы решить проблему с венгерским меньшинством в Украине, пишут материалы. Детальнее о том, почему лидеры ЕС стремятся открыть переговорную рамку как можно скорее, расскажет Лариса Зубенко. Большую часть пути к членству в Евросоюзе Украина прошла еще зимой 2024 года. В Брюсселе по итогам скрининга дали Киеву зеленый свет и отметили высокий уровень соответствия украинского законодательства европейскому. Следующий шаг – начало официальных переговоров о вступлении через межправительственную конференцию. Издание «Политика», ссылаясь на анонимные комментарии европейских дипломатов, пишет о том, что Брюссель спешит дать старт переговоров именно 25 июня. Ведь начиная с 1 июля председательствовать в Евросоюзе будет Венгрия. Учитывая неоднозначную позицию премьер-министра Виктора Орбана и заявление из Будапешта с критикой идеи членства Украины в ЕС, вопрос может стать на паузу. Некоторые европейские дипломаты уверены и в том, что сама Венгрия согласна голосовать за старт переговоров раньше, лишь бы решение не было принято при ее председательствовании. Орбан в принципе не сильно заинтересован в том, чтобы Украина была в ЕС. Мы, конечно, понимаем, что это не экономические или какие-либо другие причины, кроме его пророссийской позиции. Но на втором этапе мы понимаем, что с ним будет сложнее это сделать, потому что он может ставить палки в колеса. Но опять же, Орбан не является конечной причиной, чтобы не пустить Украину в ЕС. Мы же помним последние позиции по Украине, когда Орбан в определенные моменты вставал и шел по своим делам пить кофе, когда ему нужно было. У Бельгии изначально была такая амбиция – открыть переговоры с Украиной в период своего председательства. В то же время я не думаю, что любая страна, я уже не говорю о ситуации, когда страна в войне, двигалась бы в ЕС с такой скоростью. Здесь важно держать темп. Мы открываем переговоры при бельгийском председательстве. Далее, буквально на следующий день, мы можем готовиться к следующему практическому этапу. Это так называемый двусторонний этап скрининга, в ходе которого мы будем рассказывать, насколько имплементировано европейское законодательство в Украине. Всеволод Чинцов, представитель Украины при ЕС. В комментарии информационному агентству Украинформ. После старта официальных переговоров Украину ждет детальный скрининг законодательства. Он может растянуться на несколько лет. Точного дедлайна в такой процедуре нет. За это время, напоминают эксперты, Евросоюз тоже должен подготовиться к расширению. А именно, подготовить программы субвенции и поддержки Украины. Насколько мне известно, более 80% законодательства мы действительно приняли. Но в любом случае, нам нужно будет работать над усовершенствованием нашего законодательства. Однако, это не конечная причина, почему нас могут не взять. Скорее всего, это может быть политической причиной. Скрининг будет детальным, но вопрос здесь больше будет стоять для Европейского Союза. Насколько Европейский Союз готов принять нас и когда именно. Параллельно с украинским треком переговор о вступлении в ЕС ведет Кишинев. 20 октября в Молдове пройдет референдум по вопросу членства республики в Евросоюзе. Китай начал вокруг Тайваня масштабные военные учения. Совместный меч. Они стартовали через несколько дней после того, как на острове принял присягу новый президент Лай Чингте. В КНР назвали двухдневные маневры наказанием за якобы, цитирую, сепаратистские действия сил независимости острова, а также предостережением отмешательства со стороны внешних сил. К учениям привлечены сухопутные войска авиации, ракетные и военно-морские силы. Китайские военные проводят условные операции в Тайваньском проливе, к северу и югу и востоку от острова. В Министерстве обороны Тайваня осудили учения и назвали их нерациональным и провокационным, которые Китай использует, чтобы угрожать демократии и свободе. Ведомстве отметили, что в последние годы непрерывное преследование с помощью самолетов и кораблей КНР нанесло значительный ущерб глобальному миру и стабильности. А в офисе президента Тайваня заявили, что военные подразделения острова и команда по национальной безопасности полностью контролируют ситуацию. Для этого задействованы морские, воздушные и наземные силы Тайваня. Британское издание The Economist называет Тайванский пролив «самым опасным местом в мире». Китайские военные постоянно пересекают границу между КНР и Тайванем. А правящая коммунистическая партия Китая ранее заявила, что остров якобы является частью ее территории и пообещала захватить его сила, если будет необходимо. По мнению аналитиков, от таких действий КНР до сих пор сдерживала то, что в случае вооруженного конфликта активную поддержку Тайваню окажет его главный союзник США. Напряжение в регионе начало особенно обостряться с октября прошлого года. Президент Тайваня Лай Чинг Те вызывает неприязнь Пекина из-за того, что отстаивает суверенитет Тайваня. В КНР осудили его инаугурационную речь, во время которой он призвал Китай прекратить запугивание. Китайская армия крупнейшая в мире, но это не гарантирует ей победу при возможном нападении на Тайвань, пишет Блумберг. По мнению аналитиков, Пекин беспокоится из-за своих военных возможностей, и после вторжения России в Украину это беспокойство только усилилось. Многие эксперты из Китая и США также сомневаются, что в случае вооруженного конфликта армия КНР сумеет добиться успеха. Среди ее основных проблем называют отсутствие опыта у призывников, проблема с логистикой и координацией, а также коррупцию в партийной бюрократии. Также разведка США еще в январе узнала, что председатель КНР провел масштабные чистки в военных кругах. Их причиной СМИ называли тотальную коррупцию, которая подрывает усилия Си Цзиньпиня по модернизации вооруженных сил и ставит под сомнение способность Китая вести войну. Американские чиновники считают, что коррупция в ракетных войсках и во всей оборонно-промышленной базе КНР настолько масштабна, что страна вряд ли будет способна на эффективные военные действия в ближайшие годы. Среди примеров приводят то, что были даже случаи заправки ракет водой вместо топлива. В прошлом году Китай уже проводил военные учения в Тайваньском проливе, в ходе которых отработал маневры, необходимые для возможного вторжения на остров. Об этом заявил заместитель командующего Индотихоокеанским командованием США на брифинге в Канбере. Тогда китайские военные имитировали морскую и воздушную блокаду острова. Прошлогодние учения также включали десантные операции и контрмеры против внешнего вмешательства. Вероятно, такие операции Китай будет отрабатывать и в этом году. К эфиру «Фридом» присоединяется Петр Алищук, политолог, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Приветствую вас. Проводил. Вот Китай проводил учения возле Тайваня и в 2022 году, и в 2023, но сейчас маневры КНР особенно масштабны, с применением всех возможных войск. О чем это говорит? Какой и кому, самое главное, сигнал посылает Си Цзиньпинь? Ну, мы знаем, что сейчас в мировых СМИ появилась информация о том, что якобы Китай готовит вторжение на Тайвань на начало июня. Ну, я, собственно говоря, думаю, что к этой информации нужно относиться осторожно, потому что, опять-таки, не исключено, и более того, весьма вероятно, что это просто элемент информационного давления на мировое сообщество, и цели этого давления могут быть разные. Ну, естественно, это, опять-таки, демонстрация силы, демонстрация позиций Китая, кроме того, демонстрация серьезности намерений. Очевидно, что это может быть, опять-таки, итогом недавней встречи и недавнего визита госсекретаря США Блинкена в Китай, по итогам которого не было достигнуто каких-либо договоренностей. Более того, можно говорить о том, что отношения США и Китая ухудшаются, потому что Соединенные Штаты ввели очень крупные пошлины на ряд важных для Китая товаров. Ну, например, стопроцентная пошлина на электромобиле. Ну, это очень серьезный удар, на самом деле, по китайской экономике, все это понимают. То есть, не исключено, что подобной демонстрации силы Китай тоже отвечает и на экономическое давление со стороны Соединенных Штатов, используя ситуацию на Тайване как своеобразный предлог. Ну, и опять-таки, не забываем, что уже очень скоро должен состояться саммит мира на основании украинской формулы мира в Швейцарии. Китай пока что не собирается там принимать участие, но, например, от глобального юга о своем участии уже заявил лидер Индии. И, соответственно, Индия таким образом перетягивает на себя претензии на лидерское положение среди этих государств и ставит Китай в дипломатическом плане в довольно-таки затруднительное положение. Я думаю, что в этой ситуации Китаю, наверное, показалось важно продемонстрировать, что это мировая держава, мировая сила, которая способна оказывать давление, в том числе и силовыми методами. Ну, и, наверное, таким образом усилить некие свои переговорные позиции для дальнейших переговоров с Соединенными Штатами. Пока что, честно говоря, это напоминает, знаете, такую себе своеобразную мексиканскую дуэль. В духе вестернов, кто первый моргнет, кто первый осуществит некое провокационное действие или подастся на эту провокацию. Вот китайские СМИ, ссылаясь на своих военных экспертов, говорят о том, что эти учения — это полная имитация или даже репетиция, даже можно сказать, будущего вторжения на Тайвань. Совпадает ли ваше мнение с такой позицией? Ну, информация о том, что Китай готовит вторжение с целью силового воссоединения с Тайванем, она, в принципе, циркулирует в мировых СМИ очень давно. И то, что, наверное, Китай эту подготовку осуществляет, наверное, это тоже ни для кого особым сюрпризом не является. В СМИ периодически проскакивает информация о тех или иных аспектах этой подготовки. Ну, например, общеизвестный факт, то, что, например, китайцы построили в пустыне в натуральную величину своеобразный макет президентского дворца в Тайване. Ну, и, соответственно, репетируют его захват. Ну, наверное, это, опять-таки, имеет определенный смысл, хотя здесь, опять-таки, вопрос, чего здесь больше, демонстрации или реальной подготовки к использованию соответствующих силовых методов. То, что они это готовят, это факт. Означает ли это, что вторжение будет сейчас? Ну, честно говоря, я в этом очень сильно сомневаюсь. Я лично думаю, что, наверное, все-таки Китай, даже если рассматривает подобные варианты, он, наверное, все-таки будет стараться более хорошо к этому подготовиться, предугадать некий момент подходящий для подобного вторжения. То есть должно быть целый ряд факторов учитываться. Я все-таки пока не вижу, чтобы эти факторы были реализованы. Поэтому я лично пока что склоняюсь к тому, что все-таки это более демонстрация силы, давление на мировое сообщество и демонстрация того, что Китай — это сила, это, опять-таки, сверхдержава, которая силовыми методами готова реализовывать свое собственное понимание интересов. Отвечая на мой предыдущий вопрос, вы упомянули встречу Си с представителем США. В конце прошлого месяца, в начале этого, Си Цзиньпень активно вообще проводил дипломатическую работу. Сначала, как вы уже говорили, в Китае принимал госсекретаря США Энтони Блинкина, а затем впервые за пять лет приехал в Европу и, среди прочего, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как, по-вашему, Китай пытался наладить отношения с Европой и США или зондировал почву перед началом, ну, возможной агрессии или чем-то другим? Я думаю, что, в первую очередь, Китай интересует нейтралитет или, по крайней мере, относительно нейтралитет Европы в противостоянии с Соединенными Штатами. Я в данной ситуации упоминал уже торговую войну, которая сейчас фактически ведется между Соединенными Штатами и Китаем, а именно в формате пошлин существенного их повышения со стороны Соединенных Штатов. Соответственно, я думаю, что Китай, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы ко всем этим пошлинам и другим моментам экономического давления на Китай Европа не присоединялась. То есть, чтобы Европа, она продолжала сохранять экономические отношения с Китаем, по крайней мере, поскольку для Китая это очень важный вопрос с точки зрения китайских экономических интересов. То есть, вот Китаю в данной ситуации самое главное — это фрагментировать Запад, чтобы не было единого Запада, который, например, поддерживает Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, Тайвань непосредственно. Насколько эту задачу он смог реализовать, сказать, пока что сложно, хотя мы понимаем, что в Европе есть разные тенденции, разные правительства, и пока что вряд ли в Европейском Союзе все как-то единогласно готовы поддерживать политику Соединенных Штатов. Но здесь, опять-таки, все будет зависеть от многих обстоятельств, поскольку на данный момент, например, проступила информация со стороны британского министра обороны о том, что Китай готовится или уже предоставляет оружие России, причем, опять-таки, не просто какое-то оборудование, а именно уже оружие. И это, естественно, очень важный фактор, который будет влиять на войну в случае его осуществления. И, естественно, что это вопрос, который затрагивает интересы Европы в том числе. Как раз эту тему мы сейчас и хотим обоговорить с вами. Тесное сотрудничество Китая с Россией во время развязанной РФ войны против Украины вызвало сильное беспокойство западных представительств. Странные в последнее время несколько раз проводили совместные учения и обменивались опытом в области противоракетной обороны. Эксперты считают, что Пекин и Москва находятся на пути к созданию коммуникационных структур, необходимых для ведения совместных боевых действий. В частности, они начали обмениваться такими секретными данными, как максимальная скорость самолетов. Также глава британского оборонного ведомства Гранд Шапс обвинил Китаю в предоставлении или попытке передачи России летального оружия для использования в войне против Украины. Об этом он заявил во время конференции по обороне в Лондоне. Шапс отметил, что у разведок Великобритании и США уже есть доказательства и подчеркнул, ситуация очень тревожная. Ось авторитарных государств во главе с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей усилила конфликты и напряженность. Они все чаще работают вместе. И сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине. Государственный визит Путина в Пекин и 64-процентный рост торговли между Россией и Китаем после полномасштабного вторжения показывают, что они прикрывают спину друг друга. Гранд Шапс, министр обороны Великобритании. Однако позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты такими данными не располагают и не планируют переговоры с Великобританией, чтобы убедиться, что две страны и планируют встречу с представителями Великобритании, чтобы обсудить как раз-таки эту тему. В контексте этой информации, по вашему мнению, насколько прочен союз Москвы и Пекина? Смог ли Путин во время недавнего своего визита в Китай укрепить дружбу си? И вообще о чем говорит эта встреча? О чем они договаривались? Ну, на самом деле это вряд ли можно назвать дружбой. Скорее, это взаимоотношения между главенствующим государством и сателлитом. Почему? Потому что, ну, на самом деле Россия, она существенно ограничена в своей внешней политике. И вот куда может поехать Путин? Ну, вот может поехать в Китай, может поехать в Минск, может поехать к какому-то другому своему союзнику, которых на самом деле не так много. Ну, наверное, в Иран мог бы поехать. И если бы захотел, если бы не боялся после судьбы иранского президента. Но на самом деле его возможности в этом ограничены. А вот, например, Си рады везде. От той же самой России и до Парижа. От Парижа и до, опять-таки, Соединенных Штатов, где с визитом Си был тоже очень даже недавно. То есть, совершенно очевидно, кто в этой паре является основным, а кто является лишь его помощником. И в данной ситуации, на самом деле, Китай построил очень выгодную систему отношений с Россией. Основанная на том, что Россия своей агрессией против Украины загнала себя в значительной степени в изоляцию, по крайней мере, от Запада. И она эту изоляцию только углубляет со временем. Но России нужно, так или иначе, поддерживать отношения с остальным миром. Нужно продавать свои ресурсы. Нужно покупать электронику. То, что сама Россия изготавливать не может. И здесь ей на помощь приходит Китай. Естественно, учитывая собственный интерес. И учитывая свои экономические выгоды в этой ситуации. И вот такие вот у них отношения строятся. Очень такие, знаете ли, односторонние. Естественно, что пока Китай получает очень большие выгоды от торговли с Россией. Получает фактически за бесценок ресурсы российские. Продает втридорго разнообразную технику и прочее оборудование для России. Естественно, что Китаю это все очень и очень нравится. И они, наверное, не против, чтобы подобный формат отношений продолжался и дальше. И, наверное, в этом и заключается смысл этих отношений. Причем, что интересно, в этот раз в Китай ехал же не только один Путин. Фактически весь Кремль снялся с места и, подобно, скажем так, некоему передвижному цирку, двинулся с гастролями в Пекин. И это, наверное, больше напоминало не какой-либо дружеский визит, скорее как некую презентацию начальству, вот, скажем так, некоего регионального филиала. То есть, ну, совершенно очевидно, что Китай является в этой паре доминирующей единицей. Китай это полностью устраивает. И, наверное, пока подобный формат сохраняется, ну, наверное, Китай вряд ли что-то захочет менять. Петр, а как вы думаете, могла ли война России против Украины, которую наверняка обговаривали на этой встрече в Пекине, стать примером для Китая? Дать сигнал СИ о том, что военная агрессия в современном мире, она вполне возможна? Ну, наверное, конечно, эти вопросы, они возникают перед руководством Китая. Более того, я думаю, что они, конечно же, изучают опыт российской агрессии против Украины. Наверняка пытаются учитывать некие сильные, слабые стороны. Но тяжело сказать, каким конкретно выводом они по факту этой войны приходят. Потому что, с одной стороны, конечно, война показывает, что ничего в военном плане не гарантировано. И какие-либо представления у кого не были до начала войны, все равно, конечно, все может оказаться совсем не так, как кто-то себе представляет. Поэтому, честно говоря, я вообще думал и продолжаю думать, что на самом деле эта война вряд ли должна мотивировать китайцев какой-либо военной, скажем так, эскалации со своей стороны. Ну, просто потому, что вряд ли они могли бы гарантировать, вряд ли кто-то мог бы гарантировать китайскому лидеру, что, например, если он начнет сейчас новую войну в Азии, что она обязательно закончится победой, причем какой-то быстрой, выгодной, успешной победой. Поэтому, ну, опять-таки, мы не можем сказать, каким конкретно выводом пришли в этой ситуации представители Китая, просто потому, что мы не до конца понимаем, а какие конкретно у них цели в этой ситуации и чего конкретно они хотели бы добиться. Но, с другой стороны, война, она, с одной стороны, фактически усугубила зависимость России от Китая, потому что у России осталось намного меньше других партнеров, и, соответственно, у них сейчас все замыкается в основном на Китае. Но, с другой стороны, ее продолжение также создают для Китая определенные риски, и они это тоже понимают. Потому что, опять-таки, это возможность неких конкретных ситуаций с Европой, поляризация мира. В нем уже сейчас более чем конкретно формируются два лагеря, в которые входят страны на разных континентах. Ну, поэтому они, опять-таки, это, скорее всего, тоже учитывают. Но каким выводом они для себя приходят и какую модель действий они для себя избирают, ну, наверное, сказать в этой ситуации довольно сложно. Который, наше эфирное время заканчивается, но есть еще один важный вопрос. В середине июня в Швейцарии пройдет важная встреча мировых лидеров, саммит мира, и на него приглашено около 160 государств и организаций, среди которых как раз есть и Китай. Вы уже ранее сказали о том, что пока Китай не объявил, приедет ли он на эту встречу. Но как, по-вашему, если бы представитель там был, какую роль Китай бы отыгрывал на встрече в Швейцарии? Ну, сложно сказать. Но дело в том, что сейчас ситуация складывается таким образом, что уже сам факт участия в этой конференции, он уже в значительной степени является определенной позицией. Но, по крайней мере, это декларация того, что российская позиция точно полностью не разделяется. И это довольно-таки серьезная проблема для, я думаю, Китая в первую очередь. Потому что они постоянно, опять-таки, декларируют, что у них полное взаимопонимание с Россией, поддержка России и тому подобное. Поэтому предугадать, как бы конкретно себя Китай в этой ситуации вел, я думаю, довольно сложно. Но, наверное, они попытались бы каким-то образом учитывать интересы России, и то, чтобы интересы России также отражались. Но, с другой стороны, я повторю, что сам факт участия, он уже в значительной степени является оппозицией. Ну, просто потому, что Россия до недавних пор довольно-таки негативно относилась к любым переговорам, в которых она сама участвовать не будет. Для наших зрителей я напомню, что саммит мира в Швейцарии состоится 15-16 июня, и на нем могут принять ряд важных решений. Спасибо вам за это интервью. С нами на связи был Петр Алищук, политолог, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На этом у меня все. И я прощаюсь с вами до 21.00. Именно тогда в эфире следующий выпуск новостей «Наше время». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова